От Гомеля до участка у Долголецком лесничестве, где разгорнулись масштабные работы по отновлению лесу, больше 50 километров. Правда, сами удельники акции на такую отлеглась не скарзятся. Працевать, кажется, не обходно там, где у Допомозии есть наибольшая значная потребность. До того, что для экологов удел у Тоддни лесу уплывной ступени и прессийный обвязок. Один из элементов наведения порядка на земле и в рамках проведения глобальной экологической акции обустроим малую родину, это тоже, как говорится, и посадка, значит, закладка деревьев, это тоже наш профиль. Первоважная большая площадь, где селита планируется посадить лес в территории, яке были пошкоджены караедом, только в этом году уже высечено около 7 тысяч гектаров. У областных лесовоспадающих обвязаний не выключают, что это не кончатковая личба, а для теперь борозьба с караедом будет больше масштабной. Будет установлен феромонный мониторинг, вывешены ловушки, для того, чтобы нам смотреть, какая же численность жука у нас находится на том или другом участке леса. Сказать, что сегодня усыхание остановится полностью, мы такого сказать не можем. Усыхание мы прогнозируем, что оно будет продолжаться, но мы думаем, что этот год станет переломным. Работники областной прокуратуры постоянно уделяющие три дня леса, хоть только с этой акцией интерес правооховников до лесной господарки не обмеживается. По часу невеликого перепынка прокурор Гомельской области Виктор Морозов огучивает некоторые факты правопорушений, которые выявлены в последний час. У нас есть факты, когда частные структуры, которые занимаются заготовкой леса, пытались вывезти леса больше, чем было указано у накладных. Но, к сожалению, у нас Мозерский лесхоз отличился в кавычках тем, что отправляя лес за пределы республики Беларусь, вот, пошел, должностные лица этого лесхоза пошли на соблазны, поддались соблазнам и за получение взяток отгружали леса больше, чем указано было товаро-транспортных накладных и лучшего качества. Они сегодня под стражей. Разум с представниками организации активную делу в тыдни лесу принимают и сами работники лесной господарки, в тыднику администрационный аппарат. Сегодня разум с родными в лес приехал и в учень четвертого класса Максим Дексярик. Меж Косово, за помогу которого проводится посадка саджинцев, ему, зразумело, никто не дает, але до помогу доросам хлопчик оказывая. По великим рахункам, это еще и приклад реального працованного выхования. Мы приехали в 8 утра сюда и уже начали работать. Я люблю садить деревья, уже не первый раз помогаю и очень часто хочу помогать. Основный посадочный материал на тыдни лесу саджинцы сосны и берозы, такие измешанные лесы, борщ устойливые до хвороб и на шести шкодников. У речте задача акции не только посадить древы, але и вырастить их. Не депрасс 25 год, ось сакога саджинца вырастут ось такие берозы. Нехто будет нарыхтовать тут сок, нехто сберать грибы. И аще прасс 30 годзе древы станут каштоны сыровины для очейной промысловости. Да помогчи лесникам вырастить новый лес. Гэтую задачу сегодня выращали и супрацовники управления Державного комитета судовых экспертов по Губльской области. Зона их отказности, участок лесу у Грабовском леснистве. Криминалисты, які у первоважной большинства не мают навыков такой работы, со своей задачей, тем не менее, справляются новодатно. Помощь Государственного комитета судебных экспертиз очень-очень кстати. Планируем за этот день закончить посадку на данном участке. И лет через 10-15 здесь будет шикарный лес сосновый, кленовый и березовый. Олег Синтеров, Йоген Макеенко, Телерадо, компания Гумель.